Друзья, всем здорово! Вы на канале Автосовет, на связи Юрич. Я инженер, преподаватель и автоисследователь. В этом видео я сделаю обзор свинцово-кислотных пусковых устройств, которые на данный момент являются достаточно редкие, и о них мало кто знает. Заодно вас с ними познакомлю, и основной момент, расскажу их отличия от вот этих вот компактных литий-полимерных, литий-ионных пускачей, чем они отличаются, какие у них есть преимущества и недостатки. А таковые, конечно же, тоже имеются. Хочется сделать максимально объективный, скажем так, обзор, и заодно провести эксперимент на своем автомобиле по его запуску. Я практически уверен на 100%, что на моей машине сейчас севший аккумулятор, потому как еще две зимы назад он в нулину садился, я его уже заряжал несколько раз, и каждую зиму практически мне приходится прибегать либо к пускачу, либо к зарядке аккумулятора. Машина у меня стоит сейчас три недели, одну неделю из которых она застала вот эти морозы дикие для нашего региона, когда температура опустилась ниже минус 25 градусов. Поэтому почти уверен, что машина не запустится, открылась бы. Поэтому сразу же без купюр, как можете видеть, я еще ее даже не открывал, не ходил вокруг, пытаемся ее открыть и запустить. Ну, смысла, конечно, нет запускать, но давайте попробуем. Камон! Даже сигналка не срабатывает. Я сейчас беру щетку, очищаю ее, чтобы снег в салон, значит, не попадал. Пускачи лежат у меня, собственно, в этом Ford. И вот этим морозом они тоже подверглись. Интересно, вообще заработает ли вся эта история, потому как при минус 30 они хранились, опять-таки, неделю и до этого еще две. Давайте смотреть, что будет. Итак, открываем. Пытаемся, точнее. Ну, еле-еле слышно. Я не знаю, слышно ли на микрофон. Она такая, пю-пю. Слышно, что ЦЗ не открылся, поэтому придется ключом открывать. Надеюсь, не примерзла вся эта петрушка. Смысла пробовать, конечно, нет, но все же я до зажигания проверну, потому что даже мониторчик не горит. Машина просто... А, она еще говорит, что я ее угоняю. Пищать начала. Что, открываем капот и пробуем запустить. Чем, что я буду использовать сейчас... Блин, даже значок примерз. Конечно, дебильная вот эта система, фордовская. Основная цель видеоролика, рассказать, чем отличаются вот такие вот здоровые свинцово-кислотные устройства. У меня таких два сейчас на обзоре. Один побольше емкостью и пусковым током, второй поменьше. Один вот на 20 Ач и на 1200 максимального пикового пускового тока. 600 обычного. И на, соответственно, 18 Ач и на 450 на 1000 Аппускового. Значит, цель видеоролика заключается в том, чтобы рассказать вам, в чем различие. Вот таких вот гаджетов, какие у них есть минусы, какие плюсы от вот этих вот компактных маленьких. Вот это устройство весит 8,5 килограмм. 8,4, что-то типа того. Вот. И оно большое. Почему такой размер? Ну, потому что откройте капот своего автомобиля и посмотрите, какой там аккумулятор стоит. Он там тоже огромный. Мы, кстати, тоже параллельно это все дело открываем. Почему он там большой? Потому что это тоже свинцово-кислотный аккумулятор. Да, сейчас есть современные аккумуляторы. Вот эти вот гелиевые, АГМные, да, которые с твердым внутри. И они лучше из-за того, что не особо подвержены отрицательным температурам. Точнее, не менее подвержены, чем даже свинцово-кислотные. Но речь сейчас идет о кислотных и о литий-ионных, литий-полимерных. Так вот, и именно о пускачах. Внутри этого аккумулятора точно такая же технология, как вот в моем. Здесь пластины, да, свинцовые и электролит залит, жидкий. Соответственно, вот этим обусловлен большой размер. По сравнению с литий-ионными, литий-полимерными, у которых там тоже либо жидкость, либо твердотельная вот эта вот составляющая. Они, соответственно, вот имеют вот такой минус. Но есть плюс. Постояв на морозе, вот сейчас можно проверить, включить его. Подключено, это значит, что он готов. И включить тест, посмотреть, сколько у него батарейки. И мы понимаем, что он, простояв в автомобиле и на морозах, и три недели, он имеет полный заряд. Соответственно, мы понимаем, что его, значит, новым прислали уже зарядившимся. Почему? Потому что его необходимо так и хранить. Соответственно, почему я вот этот тест сделал вот таким достаточно экстремальным, то есть оставил вот эти вот гаджеты внутри автомобиля, которым собирался тестировать на три недели. Потому что эти устройства лучше переносят резко отрицательные температуры, вот в том числе ниже минус 25. И стабильные на них работают. Если ты оставишь литий-полимерный, литий-ионный пускач, вот этот маленький. А я таким делом занимался, когда только взял в прошлом году, по-моему, оставил в машине. Думаю, ну, он же в машине нужен, если машина, этот, садится, аккумулятор. И у меня сосед потом при минус 19, у него ауди не заводилось, попросил пускач. Мы пытаемся запустить, а нифига не происходит. Почему? Потому что емкость полностью упала у литий-полимерного устройства. Эти меньше подвержены, в случае, если они заряжены, конечно. Ну, то есть, как следствие, они медленнее теряют емкость, получается. Следующее отличие. Вот такие большие пускачи быстрее, ну, и, в принципе, аккумуляторы быстрее, быстрее восстанавливают емкость в теплом помещении. Когда ты его заносишь домой на подзарядку, вот знаете, да, с этим аккумулятором, когда ты заносишь, нельзя сразу крокодилы накидывать и заряжать. Его нужно нагреть до температуры комнатной. Ну, с этим это побыстрее просто происходит. Вот зарядка, которым он заряжается, соответственно, сзади. Да, сзади у него вот зарядник. Я его еще не заряжал, но об этом сейчас чуть попозже. И через прикуриватель его, кстати, можно зарядить. Следующий минус вот таких вот больших устройств, это они более требовательны к уровню заряда. Если ты литий-ионный полимерный пускач можешь оставить в автомобиле, и он там пролежит у тебя, типа, полгода, да, и ты его достал, потом зарядил, и все, он работает практически как прежде. То в случае с этим аккумулком, это то же самое, что и автомобильный. Если ты его в нулину разрядишь, и вот так вот оставишь на длительное время, то потом он может восстановиться не полностью. Он будет работать, безусловно, вот так же, как с моим, история. Но при каждом каком-то критическом разряде могут возникать вот эти вот неполадки, да, то есть он, бах, может не заработать. Поэтому, когда ты его разряжаешь там уже до красного деления, его необходимо забирать домой, заряжать и использовать. Еще одно отличие, если в случае с полимерным гаджетом оно рассчитано на большое количество пусков, но с увеличением этих пусков оно может похуже уже давать заряд на аккумулятор и послабее его крутить. То в случае с вот таким устройством, это то же самое, что прикуривание от соседнего автомобиля. То есть при запуске равного количества автомобилей у свинцово-кислотных пускачей заряда остается больше, и сила тока будет более стабильная. Я предпочитаю лично во время прикуривания, ну, во-первых, сначала подсоединяем, а потом только включаем его. Я предпочитаю, ну, в силу конструкции фокуса, туда минусовый этот самый крокодил очень тяжело засунуть. Поэтому я, в принципе, не стесняюсь на массу вот сюда вот кидать, на вот этот провод, который идет на кузов. И все. Мы что делаем дальше? Делаем вкл. Кстати говоря, видите, выкл стоит, а кнопка горит. Это значит, что мы подключились. Убрали, не горит. Оп. Загорелось. Включили. И все. И ждем, получается. Короче, я предлагаю без вот этих вот двух минут по инструкции запуститься. Ну, сколько? Ну, минута, может быть, прошла с тех пор, как я накинул. Блин, даже коробка густое масло. Пробуем. Магнитофон нахер. Достойно. Как мне писал один из ребят в комментариях, пускач при заведенном двигателе долго желательно не держать. Ну, собственно, от этого и смысла-то нет. Убираем. А пока он греется, потому что стоял три минуты, мы подкачаем колесо. Достаем из этой вот штуки шланг. Здесь еще переходники какие-то. Сразу же, что интересно, хочу отметить, что вот этот вот пластиковый зажим, который фиксирует шланг на ниппеле, он пластиковый. Однако, даже несмотря на морозы, сколько сейчас там, минус 20, минус 22, он не треснул и достаточно гибкий. Так. Показывает? Нет? Давайте проверим, вообще дует ли он. Да, дует. Сейчас дует, как говорится. Так, сунули. Пошло давление. Посмотрим, сколько он покажет. Подмерз, видите, он подмерз, стрелка очень медленно поднимается из-за этого. Ну, две атмосферы, я бы 2,2 дал бы. Да, и она даже падает, эта стрелка, из-за того, что подзамерзла долго. Шланг здесь в обмотке тряпичной. Видимо, сделано для того, чтобы на морозе оно все это дело не замерзало. Ну, и не трескалось, соответственно. Ну, и в заключении, хотелось бы сказать, в принципе, стандартное напутствие, что покупайте всегда устройства, девайсы по своим нуждам. Не берите какие-то функции, которые есть в них, которые вам не нужны. Например, если производитель предлагает вам гаджет с компрессорами, без компрессора, и вам этот компрессор не нужен, не надо за него переплачивать. Но здесь, безусловно, стоит отметить, что наличие компрессора у вот этих вот больших устройств, это большая редкость. Поэтому хорошо, что, ну, производитель дает такой выбор, да, либо с ним, либо без него. В любом случае, я считаю, что не особо корректно, конечно, называть плюсы и минусы у одних и вторых гаджетов. Наверное, корректнее было бы сказать отличительные особенности, да, потому что для кого-то плюсами будут являться минусы, значит, какие-то функции у свинцово-кислотных устройств, а для кого-то и хватит литий-полимерного маленького устройства, потому что, ну, просто он не хранит его в машине, да, ну, по разным причинам. Поэтому все-таки плюсы и минусы – это больше субъективщина. Наверное, лучше сказать все-таки, что у этих устройств есть какие-то свои особенности, а у тех – свои особенности. Вот. Поэтому, если ролик вам понравился, был полезен, вы можете подписаться на канал, если собираетесь следить за моей деятельностью, и также прожать лайк, либо написать какой-нибудь приятный для меня комментарий. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, бодрости духа и удачи!